Продолжение следует... В последний день таким инструментом достаточно часто становится метафора технического долга, которую в свое время предложил Уорд Каннингам. Понятие технического долга охватывает все то, что способно подорвать радужные перспективы проекта. К техническому долгу правомерно отнести нереализованные тесты, невыполненные работой по рефакторингу архитектуры или исходного кода, применение временных архитектурных решений, устаревающих технологий и языков. Постепенному накоплению технического долга проекта способствует длительность жизненного цикла разработки, а также распространенная практика закрепления задач по созданию отдельных модулей или подсистем большого решения за некоммуницирующими обособленными командами или конкретными разработчиками. В самом деле, к техническому долгу, хотя и в организационной плоскости, можно отнести зависимость всей команды от знания конкретных аспектов кодовой базы отдельными уникальными специалистами. Для того, чтобы не допустить ситуации технического банкротства, при котором продукт проекта придется переписывать заново, необходимо вовремя заняться работой по снижению технического долга проекта. Работы по снижению технического долга можно структурировать двумя различными способами. Согласно первой стратегии, к проекту присоединяется специализированная пожарная команда, которая занимается только вопросами снижения технического долга, содействуя максимально быстрому его сокращению. Отрицательной стороной такого подхода является быстрое выгорание членов этой команды и их стремлением как можно скорее покинуть такой проект, либо сменить в нем свою роль. Альтернативная стратегия сокращения технического долга состоит во введении так называемого технического налога. Технический налог – это время, которое команда проекта инвестирует в сокращение технического долга. Достаточно часто доля времени, которая уделяется вопросам реализации тестов, рефакторингу и прочим соответствующим задачам, составляет около 10% или один рабочий день команды в двухнедельном спринте при гибкой разработке согласно методологии Scrum. Немалую помощь в деле снижения субъективно воспринимаемой сложности исходного программного кода, а значит и в его чтении, анализе, оценке, изменении и т.д. способна оказать соблюдение правил оформления кода. Правило соблюдения соглашения о кодировании должно распространяться на всех членов команды. Документ соглашения о кодировании, как правило, выпускается и действует не только на уровне одного проекта, но на уровне всего проектного офиса, центра разработки, либо самой компании. Стандарты и руководство по оформлению исходного программного кода не просто закрепляют многолетний опыт тысяч специалистов, но и создают почву для преемственности в работе различных участников команды, а также содействуют более легкой адаптации в ходу в проект для новых специалистов. Образно выражаясь, можно сказать, что такие соглашения написаны кровью и отражают отрицательный опыт, накопленный десятками и сотнями проектных команд. Будучи квинтэссенцией лучших практик по оформлению исходного кода, соглашение о кодировании является одним из базовых основополагающих управленческих документов проекта, востребованность и актуальность которого сегодня практически ни у кого не вызывает сомнения. Проблема заключается лишь в том, что в отношении языка C++ не существует единого источника такой нормы, как, например, для языка Java в лице компании Oracle, или для русского языка в лице Института русского языка имени Виноградова. Тем не менее, для языка C++ были созданы определенные фундаментальные соглашения об оформлении кода, которые применяются сегодня в подавляющем большинстве проектов. Отдельные рекомендации такого рода представлены на текущем слайде. Отвечая на возможный вопрос наших зрителей о том, какие авторитетные каталоги, правил или соглашения о кодировании можно найти сегодня в открытом доступе, мы назовем два примера документов такого рода. Первый документ – это соглашение о кодировании, которое было выпущено и опубликовано компанией Google. Второй пример – это рекомендации для студентов, которые были выпущены в открытое обращение преподавателям МГУ имени Ломоносова Андреем Столяровым. Возвращаясь к ранее обсуждавшейся в нашем видеокурсе теме «Идиом языка C++» и продолжая тему стандартов документирования, необходимо обратить внимание на одну из таких документационных идиом, подробно описанную в книге Джеймса Коплейна. Название этой идиомы – ортодоксальная каноническая форма класса. В языке C++ принято считать, что стандартный, рядовой, не требующий особого, пристального к себе внимания класс, должен оформляться по правилам ортодоксальной канонической формы. Любое отступление от нее указывает на специальный характер конкретного архитектурного или программного решения. В связи с такой значимостью ОКФ класса мы призываем наших зрителей внимательно изучить те особенности, которые специфичны для оформления классов C++ согласно ОКФ. Этот материал представлен нами на текущем и следующем слайде. Ситуацией, в которых ортодоксальная каноническая форма является рекомендуемой формой записи класса, представленной нами на текущем слайде. Заметим, что ОКФ в порядке расширения может применяться не только к классам, но и к структурам языка C++. Наконец, еще одним вопросом структурного качества исходного кода в части удобства и легкости его чтения, анализа, а стало быть и сопровождение и развитие соответствующих систем, является наличие в этом исходном коде комментариев, как своеобразной технической документации на систему. Действительно, комментарии, как форма документации, ближе всего находятся к тому объекту, который они описывают. В связи с этим существуют две диаметрально противоположные точки зрения на практику комментирования кода на языках программирования высокого уровня. Согласно первой, комментарии никогда не бывают лишними. Согласно второй, код должен являться самодокументируемым, благо уровень абстракции в языках высокого уровня несравненно выше, чем в языках ассемблера различных процессоров. Для обозначения самодокументируемого исходного кода существует даже специальный англоязычный термин Self-Speaking Code. Стремиться к такому коду, безусловно, можно и нужно. На наш взгляд, истина находится где-то посередине. Комментарии внутри методов, функций и процедур указывают на невысокое качество их кода. С другой стороны, более крупные объекты, такие как классы, файлы, пространство имен, пакеты в Java, нуждаются в исчерпывающем описании на естественном языке. Наш видеокурс для начинающих архитекторов программного обеспечения стремительно близится к своему логическому завершению. Однако, прежде чем мы достигнем финала, хотелось бы обсудить еще одну практически значимую метафору. Метафору жизненного цикла продукта и его разработки. Жизненный цикл создания или разработки программного обеспечения является частью жизненного цикла системы как таковой. Антологический статус жизненного цикла – это период времени. Жизненный цикл состоит из различных стадий, каждая из которых начинается в тот момент, когда участники проекта по разработке или сопровождению системы меняют свою точку зрения на нее. Программная система возникает в момент своего замысла и существует в виде требований к ней, моделей, кода, тестов и в виде готового продукта, который передается в эксплуатацию. Для эффективной коммуникации, весьма абстрактной идеи жизненного цикла и обеспечения взаимопонимания различных участников процесса разработки системы используется та или иная модель жизненного цикла, которая может быть так или иначе визуализирована. Одним из способов визуализации является хронологическая визуализация стадий жизненного цикла. Один из вариантов визуализации модели жизненного цикла, предложенный отечественными стандартами, представлен на текущем слайде. Существенным недостатком такого представления является строго последовательный характер стадий, которые обязательно сменяют одна другую и в соответствии с данной иллюстрацией не могут выполняться параллельно. В действительности дело обстоит немного иначе. Как именно, можно узнать из стандарта 15.288 и многочисленных комментариев к нему. Основное предназначение стандарта 15.288 служить эталонным каталогом процессов жизненного цикла разработки сложных инженерных систем. В эту категорию можно включить как программные, так и аппаратные и программно-аппаратные решения любой сложности. Альтернативным каталогом процессов жизненного цикла, ориентированным только на мир программной инженерии, выступает стандарт 12.207, номер которого идентичен в международной и российской системе стандартизации. Параллельное существование двух, по сути, конкурирующих эталонных каталогов процессов жизненного цикла систем, впрочем, не является какой-либо проблемой для мира IT. В то же время серьезной проблемой является отсутствие универсальной и пригодной для различных функциональных классов систем модели разработки программного обеспечения. В самом деле, количество альтернативных моделей, разработанных на сегодняшний день, давно перевалило за дюжину. Однако это всего лишь указывает на то, что выбор остается за вами. Тенденция, которую можно наблюдать своими глазами, заключается в том, что все большее внимание в рамках подавляющего большинства моделей разработки уделяется моделированию, предварительному проектированию, прототипированию систем, а сами модели разработки все чаще приобретают итеративный характер. Исторически главный водораздел пролегал между каскадной и итеративной моделями разработки. Каскадная или водопадная модель разработки переносила в сферу программного обеспечения практики, наработанные годами в сфере материального производства. Она требовала тщательного предварительного планирования и не допускала отклонения от заранее намеченного плана. Ей присуща строгая дисциплина и порядок при переходе от одной стадии жизненного цикла к другому без возможности возврата на предшествующие стадии. В этой методологии достаточно сложно управлять рисками, характерными для области деятельности разработки программного обеспечения как сферы нематериального производства. Недостатки каскадной модели во многом устранены в итеративной модели разработки, которая ориентирована на последовательный выпуск своеобразных мини-продуктов, которые являются результатом осуществления соответствующих мини-проектов, добавляющих к уже существующему решению новую ценность и делающими это инкрементально. Итеративную модель разработки программного обеспечения, в основу которой изначально заложена принципиальная возможность перехода от последующих стадий к предыдущим, то есть определенный механизм возврата, прекрасно иллюстрирует широко известная V-модель разработки программно-аппаратных систем. V-модель жизненного цикла разработки появилась на свет в Германии, но сегодня популярна по всему миру. В этой модели заложено немало глубинных смыслов, познакомиться с которыми мы предлагаем нашим зрителям самостоятельно. Ознакомившись с основными стадиями жизненного цикла разработки, программных систем, мы можем вернуться к вопросу о практиках обеспечения, поддержания и повышения качества программного обеспечения. Напомню, что к числу этих практик мы относим рефакторинг исходного кода, рефакторинг архитектуры и регулярные инспекции, сопровождаемые, возможно, инструментальным статическим анализом кодовой базы. Сравнение динамики роста накопленной стоимости разработки программного продукта при исполнении инженерных практик по поддержанию качества такого продукта и в случае отказа от исполнения таких практик позволяет нам прийти к двум выводам. Во-первых, сознательный отказ от регулярного исполнения практик по поддержанию качества программного продукта позволяет продвинуть этот продукт по жизненному циклу дальше, чем при выполнении таких практик. Иными словами, при фиксированной накопленной стоимости разработки мы можем, к примеру, достичь стадии тестирования, а не только стадии разработки, то есть кодирования системы. Плохая новость заключается в том, что однажды за такой сознательный отказ от поддержания качества придется заплатить. И немало. Ярким примером использования идей итеративной модели, например, в современной интернет-разработке, являются гибкие методологии создания программных решений. Основополагающим документом, который определяет ключевые ценности для всех вариантов реализации гибкой разработки программного обеспечения, выступает так называемый манифест гибкой разработки. Примерами гибких методологий, основанных на итеративной модели разработки и итеративной модели жизненного цикла систем, являются экстремальное программирование, скрам, канбан и т.д. Впрочем, применение итеративных моделей разработки не ограничено миром интернет-программирования. Так, большинство современных корпоративных информационных систем создается в соответствии с той или иной разновидностью унифицированного процесса. Унифицированный процесс был предложен в 90-е годы корпорацией IBM и на сегодняшний день успешно имплементирован такими вендорами, как Microsoft, Oracle, SAP, которые предложили для этого процесса свои собственные реализации. Итеративный характер унифицированного процесса заключается в том, что процесс разработки продукта может быть перезапущен после выпуска очередной версии. Кроме того, все ключевые фазы этого процесса также носят итеративный характер.